5 ноября активисты Овчероссийского народного фронта, проверяя качество рязанских дорог, отдельно отметили низкое качество освещения городских улиц. Светодиодные светильники работают слабо и передвигаться в тёмное время суток по городу некомфортно и опасно. После того, как в 2014 году на 26 улицах обновили фонари, Рязань фактически погрузилась восьму. Новые лампы едва светят, а старые, которые хорошо освещали территорию, уже убраны. И теперь вместо привычного мягкого желтого сияния, многие рязанцы до сих пор привыкают к чересчурецкому бьющему по глазам белому. Каждый день у нас и от пешеходов, и от водителей поступают жалобы на то, что выигрыш, наверное, казалось, та организация, которая получила данный заказ, кредит на изготовление вот этих светильников светодиодных. Но для многих город погрузился в потёмки. В данном случае очень много жалоб с улицы Коломенской, Комбайновой, Косточево, Крупской. В данном случае хоть частично освещается дорога, а тротуар стал полностью тёмный. Много жалоб от мам, которые забирают своих ребятишек из детского сада, из яслей. Они говорят, если раньше мы могли их за руку везти, сейчас практически невозможно, потому что у нас тротуары не в идеальном состоянии. И то, что они стали тёмные, дети у нас, говорит, падают. Поэтому мы начинаем их на руках носить. В августе это недовольство подтвердила проверка регионального министерства внутренних дел и прокуратуры. При измерении яркостных характеристик наружного освещения улиц были выявлены несоответствия новых светильников параметрам, определяемым ГОСТом. Все установленные светодиодные лампы не соответствовали характеристикам, заявленным в техническом паспорте на эти изделия. Всё это и привело к плохому освещению в ночное время и увеличению аварийности на дорогах. Ущерб, по мнению прокуратуры, в результате установки некачественных светильников составил более 10 миллионов рублей. Все материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. Ну а пока суд до дела, Рязань продолжает большую часть времени суток пребывать во тьме. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова